Красота, которая не имеет границ. В Челябинске завершился второй конкурс для девушек с ограниченными возможностями здоровья «Рождённое побеждать». 12 участниц приехали со всей России. Проект длился несколько месяцев. Съёмки профайлов, фотосессии, курсы макияжа. Всё, чтобы блистать на финальном вечере. Подробности у Юлии Савусиной. Рождены мы для победы. Я их задеиваю следом. Виолетта Журавская – самая юная участница конкурса. Ей 20 лет. В Челябинск девушка приехала из Екатеринбурга. И всю последнюю неделю до финала готовилась к выступлению здесь. Репетировала песню, слова для которой написала сама. Это посвящение всем участницам. Таким же, как она, «Рождённым побеждать». Специально для этого конкурса написали песню. Называется «Рождены мы для победы». Надо мероприятия такие обязательно почаще устраивать. Это как-то открывает тебя, твои возможности. Ты много нового узнаёшь о себе, раскрываешь свои таланты. В Челябинске завершён второй конкурс для девушек с ограниченными возможностями здоровья «Рождённое побеждать». В прошлом году его проводили как пилотный проект. Успех был ошеломительный. Теперь участницы приехали со всей России. Екатеринбург, Тюмень, Ёшкар-Ала, Самара. Это нужно и самим участницам, и обществу. Убедились в том, что действительно идея нужная. Нам все говорят, что делаем великое дело. Вот в который раз я это слышу. Но не хотелось бы, конечно, этих красивых слов про великие дела. Мы делаем просто то, что мы можем делать и хотим делать, и мы не можем не делать. К финалу девушки готовились несколько месяцев. Работали со стилистами, психологами. Изучали столовый этикет. Между занятиями путешествовали. Посетили святые места Южного Урала. Поездку организовал депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. Помогли поездки по святым местам. И после благословения, которое я получила, я совершенно серьезно об этом говорю, разрешился тот очень серьезный вопрос, который ставил прямо на грань, наверное, этот проект. Проект поддержал и медиахолдинг ОТВ. Стал информационным партнером. В финале конкурса девушки радовали зрителей творчеством. Конкурсантки оказались талантливыми певицами, актрисами и танцовщицами. Одна из главных особенностей конкурса в том, что здесь нет победительницы. Каждая из участниц уже лучшая. И каждая получает титул королевы. Королевы улыбки, обаяния, доброты. Никакой конкуренции, только поддержка и крепкая женская дружба.